На качество воды в конечных точках системы у потребителей услуг влияет не только работа оборудования станции водоочистки, но и отсутствие в трубопроводах железистых отложений, которые образовались в результате окисления металла труб растворенным кислородом. В рамках исполнения мероприятий производственной программы в части подготовки объектов ЖКХ к новому отопительному сезону силами филиала «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе выполняется ряд важных работ. Моя коллега Антонина Сирасхова посмотрела, как происходит очистка системы водоснабжения. Пока добрая половина населения спит, работники жилищно-коммунального хозяйства не дремлют. Вот уже несколько недель они занимаются очисткой системы водоснабжения. Давайте посмотрим, как это происходит. Мы разбили наш график на определенные участки. Каждый участок, который мы запланировали, мы подготавливаем, проводим ревизию арматуры. Соответственно, перед началом работ мы все ответвления на жилфонд, ну и разводящие сети от магистральной перекрываем. Подготавливаем, значит, место запасовки снаряда и, соответственно, дренажный штуцер в конце участка, которого мы промываем. А это сердце питьевой воды. Максимальная производительность водоочистных сооружений – 1200 кубических метров в сутки. В данный момент ерсалинцы потребляют 34 кубических метра в час. Первичные работы по очистке трубопровода были начаты в конце прошлого месяца. Данные мероприятия проводятся с отключением потребителей поселения от услуги водоснабжения в период времени с 23.00 до 6 утра. Компания «Ковитрон» рекомендовала нам гидробародинамический способ промывки. С 1993 года у этой компании есть патент на гидробародинамическое устройство, которое представляет собой вал с расположением металлических резиновых лепестков в форме зонта. Общая протяженность сетей, которую мы запланировали промыть в этом году, составляет 5 километров. Примерно на сегодняшний день закончено 60% запланированного объема. Обращаем внимание, так выглядят внутритрубные отложения на участках трубопровода. Этот вал, на котором закреплены металлические и резиновые пластины, пройдет по трубе под давлением воды после заварки всех монтажных окон и открытия арматуры в начале участка и арматуры опорожнения в конце участка. Нехитрая конструкция должна пройти один и тот же путь несколько раз. Заметим, что подобный метод зарекомендовал себя только с положительной стороны. Вода под давлением переходит через пластины, которые уплотнены резиновыми манжетами, создается перепад давлений и струйные воды отложения трубопровода отторгаются от полости трубы и дальше перемещаются по телу трубы на место выхода очистного устройства. После промывки трубопровода вода уходит в специально подготовленные истоки. Для снижения до минимума неудобства потребителей работы на сетях водоснабжения Ярселя выполняются только в ночное время. Ямальский ресурсник предупреждает жителей поселения, что после проведения промывки у потребителей может наблюдаться кратковременное ухудшение качества воды. Да, в общем-то, надо эту воду сливать. Даже когда проводятся ремонтные работы, даже не по очистке трубопроводов, бывает такое, что идет мутная вода. Задвижку поменяли, закрыли, открыли. То есть это вот идет отторжение частиц ржавчины, которые приносятся эти частицы в дома. Очистка от отложения внутренней поверхности трубопроводов в систему питьевого водоснабжения районного центра производится ежесуточно. Весь объем запланированных работ будет выполнен к 20 августа. Демонтировали два котла ВК-22. 14 августа к нам приходят котлы Весман, производство Германия. Котлы мощностью 5 мегаватт. Они будут установлены на котельную номер 3. Также эти котлы будут оборудованы финскими горелками Ойлон комбинированного назначения. То есть они могут работать как на газу, так и на жидком топливе. Днем ранее на котельной номер 3 был произведен демонтаж котлов, которые входят в план работ по капитальному ремонту. На место списанных на днях установят новые котлы, гарантийный срок которых 20 лет.